говорим про креационизм креационизм это интересно религиозное учение согласно которому все многообразие жизни на нашей планете включает человека возникло в результате божественного акта творения никого разумного замысла если угодно это я спать овес к эволюционному учению согласно которому вся жизнь на нашей планете возникло то аргументы против того что возникло это все из-за божественного творения кстати божественное творение далеко не всегда противоречит соответственно эволюции то есть бог мог создать собственно эволюцию получается тоже я одна из версий как и ацио низма могла бы быть никого постепенно из простых организмов более сложным в результате эволюции где у нас были и но эволюция даже чем эволюция противоречит собственно креационизму креационизме есть божественная сила которая все это производит и запускает и иногда даже контролирует это развитие а в эволюции это естественный процесс развития да то есть если в случае с креационизмом там либо сверхъестественное начало либо вообще весь процесс сверхъестественный но то есть он естественный и сверхъестественное одновременно в рамках эволюции он он полностью сверхъестественным Он, наоборот, полностью естественный, абсолютно натуралистичный. Некоторые генетические изменения, которые возникали постепенно, был естественный отбор, который отбирал те организмы, которые оставляли больше потомства. Кто только не разбирал аргументы креационистов, про это есть целая статья в Википедии, которая называется «Доказательства эволюции», где можно посмотреть подробно. Да, мы их разбирали, ни одного настоящего доказательства там нет, к сожалению. Все доказательства строятся на неполной индукции, к сожалению, и не работают. К сожалению, не работают, ничего не доказывают. Эти ваши доказательства эволюции. Не убеждают и не убеждают скептиков. С разбором многих из них. Но сегодня мы уделим внимание ровно одному, как мне кажется, центральному аргументу, который свойственен креационистам. Аргумент это звучит примерно так. Но не могло же такое сложное существо, как, например, человек или просто клетка, появиться случайным образом. Именно так они обычно от аргументов. Ну, такой аргумент у многих креационистов, особенно там пожилых, сталых, да, там, не знаю, с 20 века имеется в виду. Да, действительно звучал. Но навелное не у всех тоже. Формулируют. Поэтому мы сегодня разберём про то, а что случайного, а что не случайного в эволюции. И могло действительно всё так получиться, как оно получилось, путём постепенных маленьких изменений и естественного отбора. Ну, а поскольку божественное вмешательство не помогает нам побеждать алгоритмы Ютьюба, пожалуйста, сразу поставьте лайк под этим видео и досмотрите его до конца. Хорошо. Почему, блядь, последний? Зачем выдавать один из аргументов, причём недейственный, за, в кавычках, последний аргумент креационистов? Панчин – это подмена каких-то понятий. Ты неправильно поступаешь сейчас. Это нехорошо. Спасибо большое, Андрей. Оговорится, что креационизм принимает много разных форм. Наиболее дикие из них противоречат не только современной биологии, но и физике, геологии и вообще истории. Ну, например, мы можем столкнуться с утверждением, что Земле вообще 6 тысяч лет основывалось на некоторой буквальной трактовке Ветхого Завета. Есть более промежуточные варианты креационизма. Ну, например, когда люди настаивают на том, что именно человек был сотворён божественным влиянием в виде сначала Адама, потом Евы, у которых случилось грехопадение. Вот, например, недавно меня и многих моих коллег шокировал директор Института общей генетики РАН Александр Кудрявцев, который выступил на конференции по теологии. И вот на этой конференции он показывал график, на котором было видно, что было время до потопа, время после потопа. И вот до потопа некоторые люди жили вообще по 900 лет, а потом из-за греха, как утверждает Кудрявцев, из-за греха мы начали жить всё меньше, меньше, меньше и меньше. И вот сейчас поэтому мы живём так мало. Учёные-атеисты вам скажут, что на самом деле это, ну что, ну да, это радиация, это загрязнение, это всё мутагенные эффекты и так далее. Но, тем не менее, вот моё личное убеждение, что такое разрушение всё-таки инициировано первородным грехом, оно усугубляется грехом родовым, ну и личным тоже. Наука. Правда, непонятно, как это согласуется с тем, что за последние 70 лет средняя продолжительность жизни в мире выросла на 26 лет. То есть, видимо, мы стали меньше грешить и больше молиться. Ну уж точно дело не в научно-техническом прогрессе, который всё это время происходил. В общем, по мнению вот такого промежуточного креационизма, весь мир идёт постепенно к некоторой деградации, и нам не стоит ожидать какого-то улучшения или какого-то прогресса, в том числе и эволюционного. Как я уже сказал, подобные тезисы идут в разрез уже не только с эволюционной биологией, но с кучей других разделов науки. И проблема здесь не в том, что господин Кудрявцев или другие люди являются верующими. Нет, нету проблемы с тем, что человек верующий, что учёный верующий. Есть куча верующих учёных, которые не отрицают эволюцию. Ну, например, Фрэнсис Коллинз, очень известный исследователь, который недавно вёл дебаты с Ричардом Докинзом, где они сходятся в том, что эволюция – это факт, это то, что является основой современной биологии. Эволюция – это не факт. Но при этом Коллинз, он считает, что эволюция – это некоторый инструмент, который Бог использовал для того, чтобы породить многообразие жизни. Ну, а Докинз, соответственно, его в этом критикует, с ним с этим доброжелательно не согласен. Я тоже отмечу, что у меня нет проблем с учёными, которые являются верующими, но у меня есть проблема, когда учёные выступают и несёт какой-то бред, который против... Стоп, Панчин, если Бог есть, если Бог есть, то, в принципе, теория эволюции сразу теряет множество пунктов доказательности. Если мы в теории можем допустить, что Бог есть, то есть всемогущее существо, которое могло сделать буквально, блядь, всё, что угодно, и объективно вмешивалось, ну, если мы христиане, оно там объективно вмешивалось в наш мир, в устройство его, там, не знаю, во всякие чудеса творило, ещё что-то, тот процесс, даже если мы так на это посмотрим, мы не просто сможем тогда предполагать бесконечное множество разных форм потенциальной эволюции, мы можем даже предположить, что не было никакой этой вашей эволюции. Если у нас есть всемогущее существо, и даже два довольно сильных существа, типа Бога, абсолютно всемогущего, и дьявола, который не абсолютно всемогущ, но довольно могущественен, по крайней мере, да? Ну, мы можем предположить, что, например, дьяволы-боги наёбывают вас, соответственно, учёных, и, собственно, подкидывают вам ложную информацию, а вы в неё верите, ведётесь, и дьявол с вами играет, короче. И мы можем придумать колоссальное количество теорий, которые эту вашу эволюцию просто, ну как... Мы сможем придумать альтернативные теории, которые вы не сможете опровернуть, и которые, ну как бы, могут являться альтернативными по отношению к теории эволюции. Вот. И, соответственно, из этого следует, что теория эволюции фактом не является. Конец. Ну, просто не является. Ну, вот, ну типа, что является фактом, да, по-хорошему? То, что не может быть чем-то иным, например, да? Ну, наверное, люди под фактом понимают некоторую такую абсолютную, ну, абсолютную, в кавычках, частную истину. Абсолютную истину в рамках какого-то частного вопроса, да? То есть, вот это факт, мы точно в этом уверены. Всё. По-другому быть не могло. Но если мы можем допустить существование всемогущего абсолютного бога, или симуляции, или чего-то там ещё, или чего-то там ещё, да, то неожиданно мы сталкиваемся с большой проблемой. Теория эволюции в этом плане остаётся всего лишь, так скажем, одной из возможностей. Теория эволюции в современной научной картине мира. То есть, когда приводятся вот такие аргументы, вроде про то, что люди жили 900 лет, или про то, что эволюцией невозможно, и что сложность никогда не может заразиться без какого-то разумного дизайнера. И вот про это мы сейчас подробнее и поговорим. Тента. Я хотел бы начать с истории. Когда я ещё был студентом, я увлёкся таким направлением программирования, которое называется генетическое программирование. Оно очень сильно вдохновлено идеями эволюции, биологической эволюции, эволюции по Дарвину. Вот сейчас очень много обсуждают всякие нейронные сети, GPT-3, GPT-4, MidJourney. Тогда этого всего не было даже в задатках, но была такая штука. Программисты придумали способ, как можно сделать так, чтобы не писать код, а чтобы этот код как бы сам собой развивался и учился делать какие-то задачи. Что делал я? Конкретно я в этой сфере. Это был такой очень учебный, развлекательный проект. Я создавал виртуальных муравейчиков. Было виртуальное поле 10 на 10. Виртуальный объект был, у которого была виртуальная нейронная сеть, которая позволяла ему принимать решения. Там были нейроны, которые видели, что вокруг муравейчика, были нейроны, которые могли сказать, я иду наверх, вправо, влево, вниз. И были нейроны, которые как-то обрабатывали информацию. Нейроны, опять же, это очень условное обозначение виртуальных штук, которые друг с другом связаны и передают друг другу как бы сигналы. И на основании этих сигналов происходит какая-то обработка информации. Прикол был в том, что я не прописывал никаких из этих нейронных сетей, я ничего про них более того вообще не знал, как они там устроены, я лишь задавал такой общий принцип, что если муравейчик находит гусениц, то это увеличит его репродуктивный успех. Это значит, что он оставляет больше потомства, там возникают какие-то дополнительные мутации, которые меняют этих потомков по сравнению с исходным муравейчиком. Таким образом запускается эволюция. У нас есть изменчивость, то есть мутации, у нас есть отбор, те муравейчики, которые питаются лучше, оставляют больше потомства, и я видел своими глазами графики увеличения функции приспособленности, то есть того, насколько эффективно муравейчики ловят этих самых гусениц и размножаются. Муравейчики... Охуенно. Буквально в симуляции все это сделал, красавчик. Начинали очень плохо их нейронная сеть, их мозг виртуальный был абсолютно рандомным, хаотичным, они ничего не могли сделать, они просто случайно иногда находили гусеницу. Но со временем количество пойманных гусениц увеличилось. А-а-а, я понял контраргумент. То есть он хочет сейчас сказать, он хочет сейчас сказать, что вот в рамках нейросети, в рамках нейросети усложнение возможно. Следовательно, оно возможно и в реальности. Поняли? Поняли, блядь, да? То есть, типа, живое учится так же, как и нейросеть, допустим. Ну, давайте так. С другой стороны, сам аргумент о том, что этого просто не могло бы быть, как говорят креационисты, он заранее является крайне странным. Я даже не вижу смысла его особо опровергать, потому что он, ну... Ну, хуёвый просто, он просто хуёвый. Конкретно этот аргумент. Посвящать ему целое видео я не вижу тоже никакого смысла. Аргумент говно. Ну, просто потому что, типа, обычно это ещё и не доказывается, что там можно, нельзя вот это всё сделать, да. То есть, обычно всё строится на таких голословных утверждениях в духе «Ну, класс, не мог возникнуть случайно, блядь!» Хуй его знает. А пруф-пруфы будут, пруфов не будет. А в данном случае, ну, как бы... Сторонники того аргумента, который был озвучен, легко это разъебут просто тем, что это аналогия. Это аргумент по аналогии, причём не самый лучший. Всё больше, больше и больше и больше, и последние муравейчики могли за свою жизнь поймать десятки этих самых гусениц. И это была вот такая наглядная демонстрация принципов естественного отбора по Дарвину. Случайные мутации плюс отбор дают прогресс, дают эволюцию, дают появление достаточно сложных программ, которые справляются с нетривиальной задачей. И более того, я как программист к этому, в общем-то, не причастен. То есть, я просто наблюдаю за тем, как рождаются новые эти самые нейронные сети, с новыми свойствами. И вот я, вдохновлённый всей этой историей, решил поделиться своими вот этими изысканиями с некоторыми коллегами. Я приехал на научную конференцию, и так получилось, что я сидел за одним обиденным столом с двумя коллегами. Они оба были заведующими лабораторией, они оба биологи, вполне замечательные учёные. И только вот получилась странная вещь. Я им рассказываю эту историю, они мне говорят, этого не может быть, это невозможно. Я говорю, в смысле невозможно? То есть, генетическое программирование придумал не я. Есть при этом куча научных публикаций. Вот вам программа, которая играет в шахматы, сама научилась. Вот вам мой код, давайте я вам его покажу. Да, я достаю, условно говоря, ноутбук. А мне говорят, нет, мы даже смотреть не будем, потому что это бред. Это не научно, это противоречит законам физики. Я спрашиваю, каким законам физики это противоречит? И как может законам физики противоречить то, что вот реально работает? Вот вам программа, вот вам код. Да легко. Может быть, у нас неправильные законы физики. То есть, может быть, вещи, которые реально работают, но они могут противоречить законам физики. То есть, тут как бы, знаете, в кавычках, законы физики, это не абсолюты какие-то. Ну, например, были законы Ньютона, потом был обнаружен факт того, что вот планета, Меркурий, движется не по тем законам, по которым предсказывал, что, ну, не по тем законам, которые предсказываются с помощью законов Ньютона. Все. Конец. Посмотрите. Нет, мы не будем смотреть, говорят мне, потому что это противоречит второму началу термодинамики, потому что, вот видите ли, известно, что энтропия, она всегда только может увеличиваться, она не может убывать. Энтропия – это мера неупорядоченности той или иной системы, то есть, грубо говоря, хаос в мире увеличивается, а у вас получается, что порядок увеличивается, а этого быть не может. Тут я уже начал, ну, немножко кипеть, потому что, ну, это такой очень избитый и странный аргумент, который мне очень странно слышать от людей с реальным научным образованием, с реальными научными степенями. Тезис про второе начало термодинамики касается всей Вселенной, он касается изолированных систем внутри Вселенной, то есть систем, которые не обмениваются энергией или не обмениваются веществом с окружающим, но ничто не мешает локально, например, на планете Земля энтропии где-то уменьшаться за счет увеличения энтропии где-то в другом месте, например, на Солнце. Благодаря Солнцу растения могут вырабатывать из очень простых химических соединений, из воды, углекислого газа, сложной сахара, то есть это нормально. И потом мы едим эти растения, получаем эти сложные углеводы, их мы упрощаем, мы их разлагаем на составляющие, и за счет этого мы можем создавать свои какие-то сложные химические молекулы, и так жизнь существует. Есть замечательная книга у Шрёдингера, которая называется «Что такое жизнь?», где он объясняет все это подробно с точки зрения физики и какая роль энтропии в жизни, и почему жизнь не противоречит второму началу термодинамики, и каким образом мы можем говорить про то, что вообще-то жизнь питается такой отрицательной энтропией из окружающего ее мира, потому что жизнь — это неизолированная система. В общем, мой спор с этими учеными прошел довольно бестолку, я не смог их переубедить, и у меня от этого осталась, видимо, давняя травма. Прикол в том, что сейчас вы можете зайти на YouTube и найти огромное количество креаторов, контента, которые, собственно, похожими эволюционирующими подходами создавали вещи намного более крутые и интересные, чем то, что делал я со своими муравейчиками. Вы можете найти эволюцию машинок, эволюцию искусственных интеллектов, которые... Чел, это вся хуйня в компьютере происходит. Аналогия с компуктером, ну, на реальность не распространяется. Типа, нет ничего более ебанутого, чем аргументировать, собственно, ну, то есть к реальности какой-то, да, и потом на компуктер, блядь, показывать. Это же самое-самое тупое, что может себе вообразить. Которые играют в какие-то сложные компьютерные игры, и все это, мейнстрим, это все всем известно, но вот консервативные догматичные люди, которые отрицают научно-технический прогресс и по совместительству являются креационистами, могут отрицать даже такие элементарные факты. И в этом, мне кажется, заключается главная ошибка креационистов, которые считают, что вот эволюция, по их представлению, это абсолютно случайный процесс, и что действительно из этого случайного процесса ничего не может получиться разумного. Но в эволюции, в том, как ее описывал еще Дарвин, и в том, как ее понимают современные биологи, которые очень сильно дополнили Дарвина, помимо этого случайного процесса есть закономерность. Это тот самый естественный отбор. Выживают не абы кто, а выживают наиболее приспособленные. Выживают те, кто по каким-то причинам может выжить и оставить потомство. Охуенно, только проблема заключается в том, что вот конкретно в приспособленности, да, на мой взгляд, она является принципиально нефальсифицируемой, потому что, соответственно, если существо выжило, ученый просто придумает вторичное объяснение, почему это существо приспособлено. То есть вот как раз принцип этой самой приспособленности, он является абсолютно, ну как бы, абсолютно нефальсифицируемым. Мы, наверное, даже вряд ли себе, в принципе, можем представить какое-нибудь живое существо, которое, типа, ну вот неприспособлено и выжило. Передать свои гены в следующее поколение. Да, есть существенный элемент случайности, грубо говоря... Ну, например, у людей есть инвалиды. Вот у нас, ну, мы люди, у нас есть инвалиды, да? Вот. А они при этом выживают. Иногда даже потомство оставляют. Даже инвалиды среди людей. Но мы скажем, так это вот общество так вот приспособилось, и что они стали приспособленными, блядь, и так далее, так далее, так далее, так далее. Да это уже не совсем живая природа. Там будет тоже искусственный, естественный отбор, есть там еще какой-то, блядь, отбор, и так далее, так далее, так далее. Эволюция не пойдет одним и тем же путем два раза. Если мы отменим всю жизнь и заново запустим процесс эволюции на Земле, скорее всего, мы получим что-то совсем другое. Тем не менее, направленность этого процесса тоже есть, обусловленная вот этой повышенной выживаемостью, стремлением передавать свои гены более эффективно в следующие поколения. В этом контексте полезно разобрать несколько конкретных тезисов, которые любят приводить креационисты. Ну, например, есть знаменитый аргумент про часы, что если я возьму часы, сломаю их, разберу их на отдельные детали механизма, то... Забавно, что Панчин, как всегда, взял какой-то самый легкий аргумент из всех и решил его разъебать. Классика. Потом, если я смешаю все эти компоненты, все эти шестеренки, стрелочки в коробочке и буду коробочку эту активно трясти, то часы снова не соберутся. Так себе представляют действительно эволюцию многие креационисты. Но это не имеет ничего общего с биологической эволюцией, потому что здесь снова исключен вот этот элемент направленности, элемент естественного отбора. Для того, чтобы эту метафору сделать корректной, что нам нужно сделать? Нам нужно превратить эти прото-часы, создать прото-часы, которые будут такие обладать свойствами жизни, а именно... Не, ну взял бы он, разобрал, например, бы Теяра, уже более такого, знаете, прошаренного автора, и то там у Теяра, скорее всего, есть какие-то очевидные ошибки, не ошибки, недостатки, особенно относительно современной теории эволюции, потому что Теяра — это автор все-таки 20-го века. Ммм, ну вот. А вот тут как бы такое. И вообще, ну, вообще самое достойное, да, когда человек критикует наиболее достойных оппонентов в том или ином вопросе. Вот, как-то так. А Панчин берет каких-то рандомных пососов, блядь, среди креационистов, причем там есть не пососы, а он берет именно пососов, и берет один из самых пососных очевидных аргументов, которые не работают. Вот, это как, знаете, взять... Давайте попробуем так. Вот у нас есть сиентисты, сиентисты против религии выступают. Это то же самое, что мы бы брали. Позицию этих самых сиентистов. Брали бы кого-нибудь слабенького дурачка типа Панчина, или Докинза, например, или там, не знаю, какого-нибудь Дробышевского. И просто делали бы вид, что вот вся его контраргументация заключалась в слове «сипульки», или в слове «сравнение с колобком», да, вот буквально. Вот буквально, вот зеркалочку такое можно сделать. Это буквально зеркалочка. Она будет размножаться, будет у них изменчивость, то есть из поколения в поколение эти прото-часы должны меняться, и потом в конце мы должны получить еще и возможность отбора, чтобы те часы, которые лучше показывают время, имели больше шансов оставить свои гены, передать их следующее поколение. Надо сказать, что один блогер в Ютубе такие поприколы сделал компьютерную программу, где запустил эволюцию часов, так как я это описал. У него там часы еще занимались сексом, то есть получались новые комбинации генетически измененных часов с каждым поколением. Вот вначале были часы, которые вообще не показывали время, просто случайное соединение шестеренок и стрелочек, но потом из поколения в поколение часы научились показывать сначала условно часы, потом минуты, а потом... Бля, буквально половина видео будет посвящена какой-то хуйне, типа компуктеров всяких, компьютерных симуляций, ты серьезно? Ой, блядь. Ну то есть Панчин взял у самых слабых креационистов, самый слабый контраргумент против эволюции, и пытается его опровергнуть каким-то способом, который в наименьшей степени связан реально с этой, собственно, всей темой. Угу. Охуеть. Потом еще и секунды их правильно измерять. То есть эволюция начинает работать тогда, когда все компоненты ее присутствуют, а если вы все выкинули, оставили только случайные мутации, да, у вас ничего не получится, ничего не соберется. Давайте я еще раз на всякий случай проговорю, что для того, чтобы эволюция происходила, необходимо три основных компонента. Первое – это изменчивость, ваши организмы меняются. Второе – это наследственность, то есть эти изменения передаются следующим поколениям. И третье – это отбор, то есть выживают организмы не равномерно, не одинаково, а от чего-то это зависит. И тогда у вас будет эволюция в сторону появления тех, кто лучше выживает в тех или иных условиях, лучше размножается. Еще один важный момент, что эволюция, она движется маленькими шагами, ничто такое сложное не возникает за один раз. И здесь еще один любимый аргумент коррекционистов, например, про глаз. Показывает, насколько они этого не понимают. Они говорят, смотрите, вот глаз человека, например, такой сложный, не мог он взять и собраться просто вот из каких-то компонентов сам по себе. Слишком сложно устроен. Никогда так не считаешь, что вот не было глаза, и тут бац, он появился во всей его красе. Эволюция требует серию постепенных маленьких изменений, одно за другим, каждое из которых должно как-то помогать. Если у вас есть организм многоклеточный, у которого всего лишь одна клетка просто существует и обладает способностью реагировать на свет, это уже может быть очень полезно. Вы понимаете, темно или светло, день или ночь. И от этого зависит ваше поведение. Класс, вы уже одной светочувствительной клеткой дали себе эволюционное преимущество. Дальше у вас вместо одной клетки может получиться слой клеток. Это повышает чувствительность вашего измерительного прибора. Затем этот слой клеток может обрести какую-нибудь форму, ну, например, форму такой выемки. И тогда у вас появляется направленность. Вы уже видите, откуда свет идет. Он идет справа, слева, сверху, снизу и так далее. Бля, шои пишут, ученые тратят ваши налоги на симуляцию секса часов, думайте. Окей, дальше полезно этот слой клеток защитить. Вы можете положить сверху какой-то свой защитной ткани. Да, но тут другой вопрос. А может ли за обозначенное время формироваться настолько крутой, достаточно сложный глаз, как у человека? Понятное дело, что это происходит постепенно, но все-таки давайте так. Даже миллиарды лет в контексте скорости изменения не смотрятся таким уж большим временем. Как я понимаю, у тех креационистов, которые вот реально прорабатывали данный аргумент против эволюции, они как раз обычно и ссылаются на то, что даже если мы допустим возможность этих самых изменений, то не кажется правдоподобным, да, что в процессе вот этого всего отбора и так далее, и так далее, и так далее смогут сформироваться, такой сложный глаз. По крайней мере, потому что это требует очень большого количества разных шагов, и там еще есть промежуточные ступени, да, когда там глаз может не до конца выполнять те или иные свои функции, а те или иные наросты могут оказаться на некоторое время, причем достаточно продолжительной, некоторой даже помехой, усложняющей, допустим, выживание, что может быть... Ну, короче, здесь может быть слишком много разных нюансов, сложностей и вещей, которые, соответственно, довольно трудно учесть. То есть мы можем даже этот аргумент креационистов, один из самых слабых, трансформировать в более сильную форму. Ну да ладно. Защищен снова полезно, но этот защитный слой ткани может преломлять свет, он может его фокусировать на определенных клетках, и тем самым увеличивается точность разрешения вашего протоглаза и так далее. И вот такими маленькими шагами, где вы... А где промежуточные виды, хотелось бы посмотреть. Ну, неуловимый Джо, это, наверное, еще один самый слабый аргумент. То есть отсутствие промежуточных видов это полная хуйня, потому что есть огромное количество разных, собственно, видов, которые могут быть, собственно, признаны промежуточными. Вот так вот скажем. Добавляете какие-то маленькие системы, а давайте мы еще добавим штучку, чтобы глаз мог немножко двигаться, а давайте мы сделаем так, чтобы фокусировка света была лучше, создадим прото-хрусталик, и так далее, и так далее, и так далее. Вот эти маленькие изменения проходят одно за другим, и все этапы этого изменения, они все полезны. Ну ладно, бог с ним с глазом, у креационистов есть еще один излюбленный пример в виде жука-бомбардира. У этого насекомого реально задний проход используется как такой огнемет, и я его очень хорошо... Буквально жопа среднестатистического сайентиста. Что я понимаю, да, уж кого бомбит, так бомбит. Так вот, креационисты говорят, смотрите, это такая сложная штука, этот огнемет так хитро устроен, что уж точная эволюция не могла его породить. Если бы огнемет был устроен не идеально, он бы просто взорвался, и жук бы умер, и не оставил бы никакого потомства. Но опять же, прикол заключается в том, что если мы посмотрим на многообразие жизни, мы увидим, что у многих насекомых есть некоторые промежуточные стадии формирования вот этого аппарата. Главное топливо вот этого огнемета у жука, это вещество под названием гидрохинон. Это немножко модифицированный хинон, и вот этот гидрохинон плюс некоторые ферменты, которые и так используются в клетках многих из этих насекомых, порождают для вас все необходимое, чтобы создать вот этот вот живой огнемет. Все компоненты этого огнемета используются и так насекомыми, просто в других ситуациях, немножко по-другому, и есть план, по которому постепенно маленькими изменениями можно получить сложную структуру из более простых элементов. В общем, с такими примерами давно уже вроде бы разобрались, но есть у креационистов один аргумент, такой более наукообразный, с привлечением знаний, с теорией вероятности, с привлечением знаний из области генетики. И звучит он примерно так. Для эволюции недостаточно времени. Суть претензий на самом деле все-таки та же. Типа эволюция это случайность, для нее нужно, чтобы много чего совпало, и для того, чтобы все совпало как нужно, потребуется огромное количество времени. Иногда эти аргументы звучат очень эмоционально. Позвольте я вам зачитаю, скажем так, письмо недоброжелателя. Я общался с вашими коллегами из РАН, только это были философы из Института философии РАН. Они считают вашу веру, атеизм, видом религии. Это просто факт. Они его даже не обсуждают. Я с ними согласен. Это не только... Ну там, че? По факту. Мое мнение, это мнение науки. Ваши варан. Вы, как экземпляры, гомеопаты, не хотите ничего слушать. Если вопрос касается вашей веры, наука опровергает такие уже научные теории, как уже теория Дарвина. По факту, блядь, ладно. База, база. Круто. От нее уже давно подплюются ученые из разных наук. Там сплошные нестыковки. Я сдавал теорию вероятности в универе на 4. Это наука. Она прямо опровергает атеистическое мракобесие. По факту, блядь. По факту. Фактологичу, чувак. Ну, ладно. Это бы просто какой-то комментарий. Но давайте мы зайдем на сайт Института Креационных Исследований. Да, такой есть на Западе. И посмотрим, Круто, что есть. Что они приводят в качестве одного из основных аргументов того, почему они не верят, собственно, в эволюцию. Предположим, что каждая мутация полезна или вредна с вероятностью 1-2 элемента. Ну, на самом деле, скорее всего, не с вероятностью 1-2. Скорее всего, любая мутация вредна или полезна. Полезна с вероятностью там 1, а вредна с вероятностью с 99. Где-то так. Тут, короче, как-то-то... Я не знаю, как оценивать, но, скорее всего, не один к двум. Интарная статистическая теория показывает, что вероятность 200 последовательных полезных мутаций теряя 1-2 в 200-й степени или 1 шанс на 10 в 60-й. Стоп, я тогда не понимаю, о чем речь. Предположим, что на каждом из 10 в 14-й степени квадратных футов поверхности Земли существует миллиард мутирующих систем и на каждую мутацию требуется всего полсекунды. Каждая система может пройти через 200 мутаций за 100 секунд и, если ничего не получится, начать заново. Перемножая все эти числа, мы получим, что за возраст Вселенной могло произойти 10 в 39-й попыток сборки системы из 200 компонентов. Но эти 10 в 39-й попыток это меньше, чем тот шанс, который в 10 в 60-й степени, тот шанс получить эту самую систему из 200 компонентов и, соответственно, нет времени для того, чтобы получить даже такую простую систему, как система из 200 компонентов генетических. Если перевести весь этот сумбур на человеческий язык, то суть заключается в следующем. Даже очень простая последовательность нуклеотидов в ДНК не может получиться случайным образом никаким перебором ни за какие разумные времена, как бы много не было мутирующих систем на нашей планете. И, в общем-то, этот вывод правильный. Он правильный в том смысле, что если действительно мы будем просто случайно перемешивать нуклеотиды, то мы никогда не получим словно геном кишечной палочки. Невозможно. Не хватит никакого времени, не хватит всей Вселенной и всего времени ее существования для того, чтобы такое случилось. Но прикол заключается в том, что никто этого не утверждает, никто не говорит, что гены... Ладно, окей. Вот это... Вот это хороший ответ. Получается путем абсолютно случайного перемешивания нуклеотидов в ДНК. Никто так не утверждает, никто не читает и действительно полный бред, который существует только в головах у этих самых креационистов, которые... Да не только, наверное, в головах креационистов, но все же... Не понимают, как работает эволюция, не понимают, что для эволюции необходим тот самый естественный отбор, который не случайен. Окей, сейчас... В смысле не случайен. В смысле не случайен. Ну, давайте так. Вот была кислородная катастрофа. Сначала люди жили... Блять, люди, нахуй, простите. Бактерии жили в бескислородной среде. И были, собственно, пузыри с кислородом отдельные. Да, где-то... Где жили отдельные создания с кислородной средой, понятное дело, которые могли в этой штуке обитать. Произошла кислородная катастрофа. То есть везде в мире появился кислород в большом количестве. И это буквально означало, что те создания, которые не могли жить... Которые могли жить без кислорода, они не могли жить в кислородной среде автоматически. Там по определенным причинам, да, кислород для них оказался, собственно, агрессивной зоной, агрессивной территорией. Они все вымерли. Вымерли из-за кислородной катастрофы буквально, да. То есть они были идеально приспособлены к бытию без кислорода, но потом просто нахуй все исчезли. Просто вот все сдохли. Ну, за исключением многих таких вот подвидов, бактерий, которые оказались в таких уже без кислородных пузырях, как вы понимаете, да. Интересно. А те, у которых кислород, кислородом пользоваться, научились, они так наоборот размножились сразу. Нихуя не случайно, да, нихуя не случайно. Хотя внутри самого естественного отбора очень много случайных так или иначе факторов. Все-таки это надо помнить. Сейчас я попробую на пальцах, а точнее на кубиках, показать вам, почему естественный отбор так важен, почему без него эволюционная теория. Ну, на мой взгляд, естественный отбор это буквально ничто. Это абстракция. Естественно, отборы не существуют как некой субстанции. Это просто, знаете, на мане фантазированный абстрактный механизм, который ученые себе в голове вообразили. Его просто, его не потрогать, его не увидеть, это просто, знаете, на мой взгляд, просто это хок-объяснение на самом деле. За неимением чего-то реального, ну, в общем-то, они предположили, что, ну, типа, вот так вот оно происходит. В общем-то, имеет мало смысла. И почему так важно, что... Окей. Неуловимый Джо. То есть промежуточные виды, которые демонстрируют публики, это натягивание совы на глобус. Для многих видов их нету. Много всяких реконструкций, поделок, заговор ученых скажете, а почему бы и нет? Ну, блядь, неуловимый Джо, давайте так. Есть огромное количество окаменелостей, многие из которых сохранились в нормальном виде. Очень, очень похоже на то, что те существа окаменелости, тех существ, которые мы видим, они как минимум, ну, имеют ряд схожих черт, например, в своем скелете и так далее, так далее, так далее. Да, то есть очень много линий филогенетического, как там, генетического древа, они заполнены на довольно нормальный такой процент. То, что есть некоторые пробелы, это не означает, что нет промежуточных видов вообще, в принципе, то есть их дохуя. Да, могло бы быть и больше. Их, скорее всего, по факту больше было бы, не все сохранились, но просто вот, например, есть там какой-нибудь кит у нас сейчас, а есть какой-то там предок Китая, еще с лапами, который, есть какая-то большая лошадь, которая, собственно, трансформировалась в Китай, у них есть общие черты в скелете, например. Вот как-то так, да? То есть и неожиданно у них общие черты в скелете есть. Вот так вот. То есть вроде бы, да, это индуктивное доказательство, оно не до конца работает, это не означает, что это родственные виды из-за того, что они схожи там по скелету, по многим своим, видимо, и физиологическим каким-то основаниям, и по каким-то другим нюансам, да? Это еще не гарантирует нам того, что вот один произошел из другого, например. Абсолютно никак не гарантирует. Это не полная индукция в любом случае. Но то, что совсем этих промежуточных видов нет, это полный пиздеж, их просто дохуя. Слишком много, да? То есть очень много разных окаменелостей, и полных, и неполных, там, и частичных, и хуичных, и очень разных. Их просто очень много. И, в принципе, да, вы можете только доебаться до того, что не все промежуточные виды найдены. Ну, не все они найдены. Ну, да, не все. И вы видите, когда вы к промежуточным видам апеллируете, вы делаете некоторый неправильный ход, потому что здесь главная контраргументация, она заключается, на самом деле, в том, что мы имеем дело с неполной индукцией просто. Неполная индукция всегда дает только лишь вероятностный вывод. Все доказательства эволюции строятся на неполной индукции. Следовательно, любой вывод из неполной индукции, а поскольку теория эволюции строится на неполной индукции, да, является вероятностным. Следовательно, и истинность теории эволюции, она тоже носит вероятностный характер. Не абсолютно, она там доказана, опровернута, является фактом, да. Она просто, ну, то есть, реальность теории эволюции носит исключительно вот такой вот вероятностный характер. Все, конец, да, вот на этом мы можем закончить здесь эволюции. Те шизы, которые считают, что эволюция доказана, ну, просто недоучки умственно неполноценные, умственно неполноценные дебилы, дегенераты, если они еще аргументы услышав, не смогли его понять, ну, так это вообще, да, тотальная степень умственной отсталости, как бы, здесь все легко довольно-таки, да. А ваш обходной путь, он не очень хорош, потому что они вам, ну, то есть, при определенном желании накидают просто дохуя этих разных промежуточных видов, вы просто, ну, будете сидеть и обсираться там и думать, блядь, блядь, дохуя этих видов, блядь, сука, сука, блядь, слишком много видов. А основная фишка заключается в том, что неважно, сколько этих промежуточных видов. Основная проблема заключается в том, что нам вообще похуй, сколько промежуточных видов будет найдено, хоть все. Это все равно будет неполная индукция, Мы не прямо это наблюдали, эволюцию одних видов в другие виды, да, соответственно, и, соответственно, теория эволюции все равно будет сохранять вероятностный характер. Вот в чем заключается основной, вот главный, важный нюанс здесь, понимаете? Вот, то есть та проблема, которую вы поставили, неуловимый Джо, она принципиально не важна, на самом деле, куда более важна проблема индукции, которая и разъебывает, соответственно, теорию эволюции. Ну, если нет, а против чего это аргумент? Ну, допустим, эти виды будут найдены или не будут найдены, какая разница? Ну, и какая разница, редкий гост, допустим, если вот вы с насекомыми этого не нашли, но, например, у собачек это нашли, а у людей нашли вот промежуточных видов дохуя там, да, у этих созданий нашли дохуя промежуточных видов. То есть некоторые вот эти вот области филогенетического древа расписаны довольно-таки красиво и очень хорошо и подробно. То есть, редкий гост, понимаете, тут у насекомых не нашли, а вот здесь нашли, например. То есть это не опровержение, как раз потому, что всегда можно указать на очень большое количество разных вот таких вот нюансов. Но проблема заключается в том, что, в принципе, вот подобное рассуждение на подобные темы является неправильным. Вот, да, то есть оно нихуя не доказывает, потому что строится на неполной индукции. Вот. Да, неуловимый Джо, в этом и заключается фишка, да, что мы имеем дело с неполной индукцией в данном случае. Более того, мы прямо не наблюдаем эволюцию. И ввиду этого, из-за неполной индукции и косвенности наших, собственно, аргументов, теория эволюции, она и является, собственно, недоказанной и недоказуемой. Вот. Поэтому вы и должны акцентировать внимание на то, что эта самая похожесть не является каким-то важным аргументом. Понимаете, в чем дело? То есть вы не должны говорить, промежуточных видов нету, блядь. Нет, их дохуя. В этом вся фишка, да, что те виды, которые ученые называют промежуточными, их просто дохуище. В одних вот этих ветках филогенетического древа их больше, в других меньше. Ну, как нашли, когда нашли и так далее, и так далее, и так далее. Вот. А вы как раз должны как раз вот такими аргументами орудовать, которые бы ученых просто, ну, разъебывали, да, то, что вот похожесть в данном случае не говорит нам о том, что эти люди, создания, даже люди, допустим, или животные, произошли друг от друга. Может быть, бог их создал по какому-то одному проекту, допустим, или еще что-то произошло. То есть, да, вы должны сводить к тому, что есть альтернативные какие-то объяснения, и все их аргументы являются, ну, строятся не по правильной, в общем-то, схеме. Все, они являются доказательствами. Креационисты этого не понимают, почему они систематически ошибаются в своих представлениях об этой самой эволюции. Вот я сейчас беру... Ну, основная проблема с этой эволюцией, она заключается в том, что для того, чтобы иметь правильное представление о ней, нужно слишком дохуя прочитать. Как-то так. Очень много прочитать нужно. Не каждый готов. Не каждый готов это сделать. Не у каждого хватит сил, собственно, ознакомиться с таким количеством материалов. Будем честны, да? Ну, и довольно странно упрекать их в этом, да, что они там плохо прочитали, плохо понимают. Почти все люди, которые еще это критикуют, не до конца хорошо прочитали, не до конца хорошо понимают. А теория эволюции очень доскональна и охуенно проработана. То есть, это реально большая, сложная теория. То есть, ну, блядь. Далеко не странно, что почти все люди, которые не являются биологами, не изучают теорию эволюции напрямую, хуево ее знают. Десять шестигранных кубиков и буду их кидать. А какова вероятность того, что выпадет десять шестерок? Ну, она, очевидно, очень мала. Одна где-то с шестидесяти миллионам. Шесть в десятой степени. То есть, этого не случится. Давайте проверим на всякий случай. Не случилось. Но выпало три шестерки. Что такое естественный отбор? Естественный отбор означает, что если появляется полезная мутация, то она фиксируется. А вдруг появилась полезная мутация, и вдруг, блядь, набросился какой-нибудь в кавычках тираннозавр с Рекс, блядь, и сожрал это существо с полезной мутацией. Такое может быть в теории? Ну, как бы... Автоматически это уже будет значить, что из этих шестерок там одна-две просто идут нахуй сразу. Потому что их тираннозавр с Рекс сожрет. Три шестерочки откладываем. А эти мутации мы перекидываем. Смотрим, что выпало. Опа, уже четыре шестерки. Окей. Перекидываем остальные. Случайные же мутации. Да, но это не так работает. Проблема заключается в том, что это не совсем так в жизни, скорее всего, работает. Слишком идеальная картина. Слишком идеальная картина. Потому что даже относительно приспособленное существо может быть так или иначе истреблено. Вот медведь приспособлен, но если он живет сейчас, он приспособлен. Знаете, что у меня есть? У меня есть, блядь, ружье нахуй. И я пойду нахуй отстреливать ебущих медведей. Бам-бам-бам, блядь, убью всех медведей. И все, никакое приспособление медведям не поможет. Просто перестреляю всех медведей. Или метеорит упадет на планету Земля. И все, все шестерки идут нахуй. Ну, допустим. Ха-ха-ха. Как бы, да? Ну, то есть, по сути, по сути, давайте так. Я бы сформулировал это не таким образом, что выживает наиболее приспособленный. Потому что это просто, ну, нихуя не значит. Я еще более-менее, я еще более-менее значимое сейчас событие, слово произнесу, да? Выживает просто тот, кто выживает. Просто выживает тот, кто выживает. По тем или иным причинам. Он может быть более приспособленный. Может быть, чуть-чуть менее приспособленный. Вряд ли он совсем не приспособленный, конечно, да? Но выживает тот, кто выживает. По тем или иным причинам. Потому что всегда может случиться какая-то хуйня, в которой приспособление к одной среде окажется бесполезным для другой среды. И все. И конец, блядь. Мутации у нас. Блядь, какой же он неудачник. Бля, чел, ты миллиард лет кидал кубики Даже в данном случае, прикинь Чел, ты сейчас кубики кидал Давай признаемся, эволюция не работает Я шучу, конечно Но все-таки Не, на самом деле Более того, тут мы еще сверху добавим Что есть не только естественный отбор Согласно эволюционной теории Но, блядь, и искусственный А искусственный отбор, ну как он приблизительно выглядит Вот есть павлин У него на жопе вот такая Огромная цветная хуйня Которая делает этого павлина Охуехуенным Рационом для любого живого существа Который питается мясом Вообще для любой хуйни Он плохо, кстати, с этим хвостом бегает Его легко поймать Он просто виден издалека Он яркий Короче, он крайне уязвим Вот Как-то так То есть, да Половой отбор есть Ну, искусственный половой отбор, правильно Но проблема в этом и заключается Что этот половой отбор Он просто противоречит Собственно, естественному То есть Это не просто естественный отбор Вот женщины такие Самки этого вида такие смотрят Ну, блядь, что-то мы охуенно выживаем А давайте-ка ебнем Вот такой, блядь, хохолок Да Вот выбирайте мужиков С таким вот огромным хохолком Давайте Это ж так пиздато Это ж пиздато Да, это ж так классно Вот такой вот гигантский хохолок Когда здесь будет на голове То есть убираем вот эту шестерку Вот все, кто с этой шестеркой То есть с маленьким хохолком Который позволяет лучше выживать Мы убираем Убираем, нахуй Убираем Не размножаемся с ними Убираем, блядь Не размножаемся И, ну, такое себе Заняло ли это 60 миллионов попыток? Сидел ли я здесь 10 лет? Ну, кубики это все же Не эволюция Да, давайте так И полезный признак Это, наверное, особенно в контексте той или иной среды Это может быть Давайте так Один признак из потенциальной тысячи Да, если мы будем очень долго кидать в поколениях Вот эти самые кубики Может быть, действительно Кубики, не кубики Генные кубики на тысячу граней, да Может быть, это действительно Рано или поздно закончится И отберутся более-менее приемлемые Живучие виды все-таки, да Но, честно говоря Но, честно говоря Хуй его знает Насколько там это по темпам должно быть Там реально надо взять цифры И как-то это рассчитать Потому что пример, который привел Патчин Он и так довольно долго читал Вот И так довольно долго кидал Брасовые кубики Нет, конечно Мы получили результат гораздо быстрее И это очень даже законодательство Ты полчаса кидал кубики Примерно Существует формула, которая позволяет все это рассчитать Не важно, сколько граней у этих кубиков Можно подставить формулу Сколько нам нужно, чтобы выпало тех или иных чисел Сколько у нас есть вариантов исходов И формула дает нам ответ Сколько в среднем придется все это перебрасывать При условии, что правильные ответы фиксируются Вот эта формула Она взята из статьи Тут еще есть реально Самая большая проблема эволюции На мой взгляд В данном случае Заключается в том, что Непонятно К чему надо конкретно приспосабливаться Среда меняется И более того С появлением новых Более совершенных существ Среда меняется еще сильнее То есть да То есть новое существо в среде Меняет среду тоже Относительно Вот какого-нибудь отдельного существа Что может опять же истреблять Существ даже довольно приспособленных К этой среде Здесь получается не просто Мы не просто идем Вперед К лучшему Становясь все лучше и лучше и лучше Отбирая только шестерки Мы вообще хуй пойми, что делаем На самом деле То какое-нибудь похолодание наступает То кислорода нет То кислород появляется по всей планете То, блядь, метеорит хуярят То, блядь, вулканы извергаются То кислорода больше То кислорода меньше То еще что-нибудь, блядь, творится Ну и так И так очень много-много-много раз И ты сидишь и охуеваешь просто Ну будучи живым существом Ну если так вот подумать Если так вот подумать, да То есть это не просто броски на шестерки постоянно Это хуй пойми, что И непонятно, что тебе нужно выкинуть Шестерку, единицу, двойку, тройку, пятерку, блядь И насколько быстро это нужно выкинуть Да, то есть насколько быстро должно произойти изменение Потому что если изменение произойдет слишком медленно Ну тебя сожрут, нахуй, твой вид выжрут Нилови Меджо пишет Теория эволюции в принципе фальсифицируема Судя по количеству времени, которое потребуется Чтобы экспериментально подтвердить теорию Это нет, конечно нет То есть эксперимент поставить Блин, наоборот Нилови Меджо, смотрите Эксперимент это как раз то, чем фальсифицируется теория Ни один эксперимент никогда за всю историю науки Ничего не подтверждал Люди, которые считают иначе Идиоты, блядь, просто Забейте, забейте на это Да, я не говорю, что вы идиоты Вы просто не осведомлены А вот ученые, которые занимаются наукой И думают, что эксперименты хоть что-то подтверждают Это просто идиоты Человек всю жизнь занимается наукой И думает, что эксперимент является чем-то подтверждающим Ты, блядь, идиот, получается Ты глупый Эксперимент именно что опровергает Понимаете, в чем дело? Главная функция эксперимента Это опровержение теории И поэтому, да, он используется для фальсификации теории Можно ли фальсифицировать теорию эволюции? Некоторые ее сегменты, на мой взгляд, вполне можно фальсифицировать И фальсификация происходит каждый день Буквально попытки ее, по крайней мере То есть находятся новые окаменелости Следовательно, новые виды И эти виды вроде бы вписываются в теорию эволюции И пока они вписываются Теория эволюции не фальсифицирована Каждая новая окаменелость По-хорошему могла бы фальсифицировать теорию эволюции Но, например, некоторые другие аспекты теории эволюции Такие, как, например, естественный отбор Они просто не фальсифицируемы Просто потому что, ну, вообще хуй пойми как фальсифицируем Потому что они все могут объяснить заранее Ага, вот Как-то так Просто описально классифицированная теория Одна из них принятая в научном сообществе конвенционально Ну да Теория называется У эволюции было достаточно времени В этой формуле все, что справа от дроби Не имеет особого значения А то, что в числителе и в знаменателе Очень просто расшифровать L – это длина слова То есть сколько у нас кубиков, например Если мы подкидываем кубики Хотя это могут быть, например, слова, буквы в тексте в каком-нибудь И у нас есть вторая величина – это K Это количество букв в алфавите Ну или количество цифр на кубике И если мы знаем эти две величины Мы можем посчитать очень просто По этой формуле Сколько нужно все перекинуть Чтобы получить желанный результат Ну это глупые люди говорят, Ась В этом проблема Опять же Опять же Люди, которые не учитывают проблему индукции Это те же люди, которые говорят Что для того, чтобы поверить в гравитацию Нужно выпрыгнуть из окна, понимаете Уровень интеллекта людей Очень низкий, короче Очень низкий интеллект, к сожалению Очень глупые люди Давайте представим себе, что мы играем в такую игру Как поле чудес Первая тройка, плюс Допустим, вам нужно отгадать слово из 200 букв При этом в алфавите у вас 33 буквы Вероятность отгадать слово целиком Кажется совершенно невероятной Это 33 в 200 степени У вас есть вероятность Одна тридцать третья Отгадать первую букву Одна тридцать третья Вторую букву И все это вы перемножаете Собственно получаете Ахуенно, все аргументы к аналогии Мне нравится Мне нравится к аналогиям Ссылается постоянно 33 в 200 степени Вообще, как посчитать Что эволюция реально возможна Потому что Мне кажется, это даже вообще В принципе пересчитать нельзя Он там какую-то формулу предлагал Мне просто кажется, что она нерелевантна В любом случае Потому что у нас действительно Имеется неограниченное количество Потенциальных средовых факторов Мы сейчас с трудом Среду оцениваем То есть У нас есть влияние Когда мы оцениваем влияние Генов и среды На организм человека В современной биологии Опять же, я читал Пинкеры Я здесь рассказываю По Пинкеру Я не на себя ссылаюсь Я не биолог Я здесь не шарю Я ссылаюсь на Пинкера Оценить влияние среды Очень трудно И какой конкретно Аспект среды повлиял Наследственность оценить проще Потому что, естественно, она в одном человеке И там дальше Там его родственники Да, здесь можно оценить А вот уже среду оценить трудно Потому что это огромное количество факторов Так вот Выживание организма Безусловно Зависит от той среды В которой он обитает Среда из меньшего И в среде появляются новые организмы В том числе Да, и происходит конкуренция Которая все это усложняет Как с неизвестными показателями среды в прошлом Если мы сейчас среду для нас не можем рассчитать адекватно Мы сейчас не можем В нормальных, в числовых каких-то значениях Выражать разные средовые параметры Там в процентах Там и так далее И так далее По отношению только лишь к нам, к людям Понимаете? Что там говорить про миллиарды лет назад у животных? Мы этого тем более не можем сделать Как можно рассчитать адекватную формулу Когда мы не знаем одну из самых важных переменных в этой формуле? Как-то она буквально переменная Да, вот это среда Переменная среда получается Как-то рассчитать просто непонятно Вот И 5 на 10 в степени 303 Вот сколько это нулеет Совершенно невероятно невообразимое Огромное количество попыток Никогда в жизни у вас этого не получится Но стоит добавить к этому Всего лишь одного дружелюбного Якубовича Да ладно! Лице естественного отбора Который будет фиксировать отгаданные вами буквы Если вы назвали правильную букву в правильном месте Да, то есть вы сказали Первая буква А И он говорит Да, первая буква действительно А То после этого Внезапно выясняется Не, ну крутая аналогия Панчин Крутая аналогия Только проблема в том, что эволюция сложнее Да и ты сам это понимаешь Ну как бы Да, сама теория эволюции Говорит о более сложных процессах Здесь не аналогично Понятно, что он приводит эти примеры Для того, чтобы якобы пояснить тупым людям Вот, что они не правы Чтобы, типа, механизм пояснить Но помимо позитивных разных влияний Есть и огромное количество негативных влияний И оценить их соотношение Не представляется возможным Поэтому я бы, например Я, например, не знаю Да, могла ли жизнь возникнуть Или не могла возникнуть жизнь Мог бы протекать процесс эволюции Или не мог бы протекать процесс эволюции Мне просто кажется, что это Принципиально невозможно Ну ладно Не то, чтобы невозможно Крайне сомнительно Что это можно каким-то образом Оценить Ну, то есть, да, есть фанатики, в общем-то, эволюции, которые там на коленях стоят, молятся великому Дарвину и прочей другой хуйне, да, и они-то явно берут сразу формулы крутые, достают и что-то там придумывают, но насколько мы можем этим формулам доверять, если параметров очень много в мире на протяжении миллионов, миллиардов лет было, и среды были довольно разные, ученые сами об этом говорят, плюс были тотальные вымирания, и еще много всякой хуйни происходило, вот, но все равно, родки господи, и аналогия Кикубовичу, и аналогия Кубиком, все эти аналогии, они слишком упрощают процесс эволюции, да, они типа как будто бы в общем виде показывают механизм, но они слишком его упрощают, и все на самом деле не так уж и гладко и ровно и красиво, как хочется. Вам не нужно 10 в 303 степени раз пытаться что-то угадать, вы в среднем отгадаете все буквы этого слова, все 200 букв за 172 раунда угадываний, это даже меньше, чем число, собственно, букв в этом слове, для сравнения число атомов во Вселенной 10 в 80 степени, атомов во Вселенной сильно меньше, чем число комбинаций, которые нужно было перебрать, но мы отгадали все слово целиком за 172 раунда, Даже если мы очень сильно усложним задачу, мы сможем набрать весь текст достаточно быстро. Можно взять известный мысленный эксперимент, может ли мартыш, который случайно бьет по клавишам, написать, ну, например, войну и мир. Война и мир это уже не 200 букв. Ну, если толстой смог, то и мартышка сможет. А это 2,5 миллиона символов. Ну, а если брать и пробелы, то вообще порядка 3 миллионов символов. При этом, надо сказать, что у нас есть 34 разных варианта этих самых символов. 33 буквы плюс пробел. Мы можем подставить это в нашу формулу и получить, что, если бы мартышка случайно набивала войну и мир на печатной машинке, но при этом, если она правильно отгадала положение буквы и что это за буква, и эта штука фиксировалась естественным отбором, тогда, сколько бы потребовалось мартышке раз, перебрать войну и мир, чтобы в итоге ее получить. И ответ? Ну, проблема заключается в том, что у Панчина в данном аргументе имеется только позитивный и естественный отбор. А в реальности не только он воздействует. Всего лишь около 500 раз. То есть не бесконечное количество попыток, да, а вот, можно ли, 500 мартышек каждый дать по печатной машинке. This is a thousand monkeys working in a thousand titles. Они один раз набирают войну и мир, потом мы из каждой попытки берем правильные угаданные буквы, соединяем вместе, мы получаем войну и мир. Так, проблема заключается в том, что в эволюции нету правильных угаданных букв, блядь. Многие вещи просто вот, здесь они нужны, там они не нужны, здесь ты там крот, тебе глаза не нужны, ты под землей постоянно там, не знаю, ползаешь, типа ты ничего не видишь и так. Тебе другие вещи нужны. То есть в эволюции нету правильных букв, и ты заранее не знаешь, да, какая, ну, как ты. Эволюция заранее не знает, какое свойство является заведомо нужным, полезным, хорошим. Где-то нужна единица, где-то нужна шестерка. Понимаете, в чем дело? Для того, чтобы быть наиболее приспособленным к той или иной среде, где-то тебе нужна единица, где-то шестерка, где-то восьмерка, где-то девятка. И потенциальных признаков, ну, если мы не очень абстрагируемся, да, в этих признаках, их может быть, ну, очень большое количество. Ну, как, выжила, значит, правильная буква? Так она сегодня выжила, а завтра она вымерла, рыдкий гост. А при этом более примитивное существо, у которого нету даже там крутых механизмов защиты и всего такого, просто там под землей оно лежало, его не сожрали. Все, конец, блядь. Приспособилась. Ну, типа... Ну, типа, как бы так. Такое себе. 500 попыток. Математика. Она шлепнула, она шлепнула, да, там она где-то одну тридцать третью отгадала. Одну тридцать четвертую отгадала, из пробела считаем. Мэтт зафиксировали, дальше она шлепает случайно... Для того, чтобы написать войну и мир, если я, как понял, правило, там надо три-четыре раза всего-то нажать, если все, все буквы сразу появляются. Если нажимаешь на А и появляются А сразу все, ну, тогда пиздец. Или он имеет в виду, что обезьянка должна нажать сначала там на первую букву, которая есть в войне и мире, там она нажала один раз неправильно, второй раз неправильно, третий неправильно. И вот на четвертой, пятой, шестой она нажала совпало и все буквы появляются, вот эти вот, ты нажал первую букву В и потом они все появились. Ну да, но это очень странные правила. Да и на эволюцию тоже не похоже. Очень дурацкая аналогия. Очередная дурацкая аналогия. Чайно, ну, набирает текст. Знаете, мне вот вся эта аргументация, она скорее всего напоминает какую-нибудь телегонию. Мол, у нас есть какая-то цель собрать все шестерки. Или у нас есть цель угадать какое-то одно единое совокупность слов, 200 символов угадать. Или у нас есть цель написать войну и мир, будучи обезьяной, да? Цель есть. Цель. И мы к ней движемся. И рано или поздно она у нас получится. Понимаете, в чем дело? То есть Панчин, сам того не ожидая, он продвигает сейчас теорию телегонии абсолютно антинаучную. То есть у нас есть цель, которой надо двигаться. Но эволюция бесцельна. Она так не работает. В эволюции нет цели. В эволюции нет шестерок. В эволюции нет итоговой войны и мира. В эволюции нет абсолютного, совершенного итогового существа, венца творения, там, человека, как венца творения нет. Вот. Там, где она уже правильно отгадала, мы за нее вставляем правильную букву, которую она уже отгадала в первой итерации. А, вот. И она шлепает только оставшиеся. И тогда она шлепает только оставшиеся. И тогда... Ладно. Окей? Да. Но это был такой очень абстрактный пример, который, конечно же, мало имеет отношения к реальной жизни. Давайте мы попробуем привести это все к биологическому объекту. Вот у нас есть кишечная палочка. Геном кишечной палочки около 5 с лишним миллионов нуклеотидов в ДНК. То есть тут мы задачу усложняем. Нам нужно не войну и мир написать, а текст, который, ну, почти в два раза больше. Окей. Но есть облегчение задачи, потому что в ДНК всего 4 типа букв. А, Т, Г и С. 4 типа нуклеотидов. А не 33, как в русском алфавите. Поэтому тут задача будет проще. Сколько нам нужно сделать переборов генома кишечной палочки для того, чтобы получить геном кишечной палочки. При условии, что правильные отгаданные буквы нуклеотидов в ДНК фиксируются. Ответ всего 54 попытки. Потому что букв мало, отгадывать легче. Понятно, это не значит, что кишечная палочка возникнет через 54 таких итераций. Но мы уже приближаемся немножко к более правдоподобной биологической модели. Нам нужно дальше немножко уточнить. Давайте посмотрим, а вот в реальной природе, как часто происходят эти фиксации. Как часто какая-то мутация оказывается зафиксированной естественным отбором. Чтобы это узнать, мы можем посмотреть на реальные эмпирические данные. Оказывается, есть ученые, которые не пожалели времени. И они смотрели, как меняются кишечные палочки и вообще разные бактерии. Охуеть, еще одна неполная индукция, мое почтение. Лаборатория. Вот мы берем бактерию и следим за ней с поколения в поколение. Смотрим, какие мутации там возникают. И они следили за кишечной палочкой. Сам факт того, что кишечные палочки могут меняться, не означает, что, соответственно, люди обладают такой же изменчивостью, например. Более того, обычно креационисты, они производят деление на микро- и макроэволюцию. То есть микроэволюцию, то есть некоторые изменения в видах они не отрицают. То есть, например, то, что вы человек, можете немножко измениться в процессе вашего становления. Или там собачку, можно разные виды собачек сделать. А макроэволюция, то есть макроэволюция – это переходы из вида в вид, а микроэволюция – это изменение внутри вида, получается. То есть креационисты в среднем не отрицают микроэволюцию, но отрицают макроэволюцию. Во-первых, нам нужно доказать, что у этих палочек, что у них, что они вид изменили. Во-первых, это первое, что нас интересует. То, что они поменяли вид, чтобы произошла макроэволюция. Что это нужно доказать креационистам, что это была не микроэволюция. Это, во-первых, по их же определениям получается. Это первая загвоздочка. А во-вторых, сам факт того, что они могут так меняться, не означает, что все остальные могут так же меняться. Это, опять же, неполная индукция. То же самое с горохом, то же самое с мухами ебучими и так далее, так далее, так далее, так далее. Кишечной палочкой на протяжении 60 тысяч поколений. И оказалось, что за эти 60 тысяч поколений зафиксировалось где-то 70 мутаций. Мы знаем, что кишечная палочка, она размножается примерно каждые 20. За 60 тысяч поколений всего-то 70 мутаций. С минуты можем прикинуть, что, в общем-то, за один год эволюции будет фиксироваться порядка 30 с половиной мутаций. А нам нужно брать 5 миллионов зафиксированных мутаций, делаем простое арифметическое вычисление, и получаем, что где-то 168 тысяч лет эволюции ушло бы на получение кишечной палочки. 168 тысяч лет – это намного меньше, чем возраст Земли, который порядка 4 с половиной миллиардов. Да, но это в идеальных условиях, как я понимаю, где эту палочку не сожрут другие, не знаю, ромбочки, колбочки и так далее. Поэтому времени на эволюцию более чем достаточно. Хотя, конечно, и здесь мы делаем ряд допущений, с которыми сейчас пытаемся разобраться. Даже в этой модели, на самом деле, мы очень сильно играем против эволюции. Почему? Потому что мы предположили, будто бы эволюция пытается создать кишечную палочку, что есть вот… Правильно, никакой телеогонии здесь нет. Правильный ответ в виде 5 миллионов нуклеотидов, которые должны выстроиться в определенную последовательность. Но это не так. Если мы посмотрим на разнообразие людей на нашей планете, то по разным оценкам количество только микроорганизмов от миллиона до триллиона. Тут есть разные формы, по которым считают, есть количество, которое реально обнаружено и которое предсказывает. Короче, мы нихуя не знаем, сколько их. Разно, но неважно. Количество правильных ответов, оно огромное. Это даже только те, которые реально реализовались на нашей планете. Помимо микроорганизмов у нас есть десятки тысяч видов позвоночных, там, миллионы членистоногих. Очень многие разные комбинации из нуклеотидов ДНК порождают нормальные живые организмы. Мы пытаемся не войну и мир напечатать, да, у нас есть еще возможность напечатать Шекспира, напечатать Уэлса, напечатать Баретберг. Блять, как же бесит аргументация через аналогии, все-таки это всегда по-дурацки звучит. И в итоге ему пришлось все же сказать, что все это было хуйней, что он говорил. То есть это на самом деле он и в конце признал. Все, что я говорил, эти объяснения, они хуйня, по сути. Брей Лема и еще огромное количество самых разных потенциальных книг, которые мы хотели бы получить. И все это нормально, все это нормальные тексты. И более того, один и тот же текст может быть написан разными способами. Если мы возьмем геном кишечной палочки, то есть куча нуклеотидов в геноме этой кишечной палочки, которые можем поменять, и ничего плохого не произойдет. То есть пространство возможных решений, оно колоссально. И это очень сильно увеличивает вероятность того, что что-то разумное мы получим. Нету задачи получить конкретную генетическую последовательность. Условно говоря, эволюция отгадывает любую осмысленную фразу. От утконоса, каштана до гриба, какого-нибудь грибневика, человека, обезьяны, кишечной палочки, бледные спирохеты и так далее, и так далее. Ну, не любую. Подытожим, да. Эволюция, она не случайна. Есть случайность, плюс есть естественный отбор. И наличие естественного... Естественный отбор отчасти тоже случайен, как бы, в этом плане. Потому что, как ты заранее сказал, нету итогового текста, который нужно получить. И на самом деле, в конечном итоге, нам далеко не всегда нужно получать шестерку. Здесь побеждает шестерка, но другой территория единица. Здесь пятерка, здесь двойка. А здесь и шестерка, и пятерка могут победить. А здесь один, два, три, четыре, пять, шесть могут победить, например, да. И так далее, так далее, так далее. То есть, нюансов здесь может быть полно относительно среды той же. Ну, ладно. Подбор радикально меняет то, как быстро мы можем получить тот или иной результат. При этом, нету одного правильного ответа в нашей игре в поле чудес. Есть огромное количество разных форм жизни, которые мы можем получить. Огромное количество книг, которые мы могли бы написать. И поэтому задача еще более упрощается. Поэтому аргумент креационистов про то, что недостаточно времени на эволюцию, он абсолютно абсурден, потому что они в своих расчетах... Ну, в смысле, абсурден. В целом-то ты и не показал, что, как бы, достаточно, там, недостаточно. Ты взял эволюцию в идеальных условиях, в колбочке. Но микроорганизмы не живут в колбочке. Как бы... Ну, они живут в колбочке, в вашей конкретно. Но в чистой такой среде уже они не живут в колбочке. Так что тут такое... Игнорируют самую важную особенность эволюции, естественный отбор. Собственно, то, за что Дарвин и прославился. Он придумал механизм эволюции. Он не говорил, что все случайно комбинируется. Он говорил, смотрите, выживать будут... Ну, это правда, ну, это правда, это правда. Да, то, что он не говорил, что все чисто случайно комбинируется, просто по приколу. Это правда. Более приспособлены. Мутации будут фиксироваться. Окей, он не знал про мутации, но признаки полезные будут фиксироваться. Вот в этом его заслуга. В этом заслуга Дарвина. То есть креационисты спорят с каким-то соломенным чучелом. То, что нам порой интуитивно кажется... Все креационисты, будем честны. Невозможное на самом деле оказывается закономерным, и я надеюсь, что я это продемонстрировал. Но что еще хочется отметить, что мы эти... Владислав, это на хайлайт можно. Принципы эволюции можем действительно перенести из просто такой, там, теории и из описания того, как происходит жизнь и меняются живые организмы. Мы можем перейти от этого к практическим прикладным решениям. Но я уже говорил про генетическое программирование, где используются принципы Дарвиновской эволюции со случайными мутациями, естественным отбором, и появляются программы, которые могут решать те или иные задачи. Те же принципы можно применить, не знаю, к дизайну антенн. Это реальный кейс, используя генетическое программирование, чтобы разрабатывать правильную форму антенн, которая лучше бы ловила радиосигналы. Мы можем применить это в молекулярной эволюции. Нам совершенно не обязательно, чтобы были какие-то уже готовые клетки, которые будут эволюционировать. В мире есть такая технология, которая называется Селекс. В чем ее идея? Ученые хотят получить такие молекулы. РНК, если что, очень похоже на ДНК, тоже состоит из нуклеотидов, там, А, У, Г, С. И вот мы хотим из этих молекул РНК получить такие, которые бы, с одной стороны, очень круто взаимодействовали с каким-то конкретным белком, который мы хотим распознавать, а с другой стороны, не взаимодействовать с другими белками, потому что мы хотим, чтобы распознавание было специфичным. Что придумали ученые? Они придумали такую молекулярную эволюцию. Берутся случайные фрагменты ДНК, случайные последовательности, абсолютно рандомные. С них синтезируются случайные молекулы РНК, которые им соответствуют. Затем эти молекулы РНК пропускаются через некоторый белок. И если они с ним связываются, с этим целевым белком, то все классно, мы их оставляем. Если они не связываются, то мы их сливаем и выкидываем. Дальше мы можем предположить, что некоторые из этих молекул РНК, которые связались с белком, что они это сделали просто потому, что они липнут ко всему подряд. Поэтому мы прогоняем эти молекулы РНК через смесь других белков, которые мы связывать не хотим. Мы не хотим их распознавать. И в итоге все, что прилипло, выкидываем, а все, что просочилось сквозь эту смесь белков, все это оставляем. И это наше новое поколение молекул РНК. С этих молекул РНК мы синтезируем молекулы ДНК, то есть такие типа условные гены, мы их мутируем, получаем мутантные их версии, то есть вносим изменчивость. После этого снова синтезируем РНК, прогоняем их через первую группу белков, которые мы хотим узнавать, потом через вторую, которую мы не хотим узнавать. И так делаем несколько раз и получаем молекулярную эволюцию. Мы из случайной последовательности молекул РНК получаем суперспециализированные молекулы РНК, которые могут служить датчиком. Потому что у вас есть в образце конкретный белок, один из десятков тысяч, или его там нет. Мы получаем инструмент. И вот эволюция по Дарвину, это уже не только некоторые теоретические конструкции, которые мы используем для описания окружающего биологического мира, но это прикладной инструмент, который работает, потому что... А может вам кажется, что, собственно, конкретная эволюция здесь работает? Может происходят некоторые другие процессы, которые вы называете эволюцией? Ну, допустим, окей? Случайность плюс отбор закономерно дает нам не случайность, дает нам адаптацию, дает нам какую-то штуку, которая сложно и круто устроена и работает. За открытие вот этой штуки под названием Селикс, где происходит эволюция молекул РНК, за это дали Нобелевскую премию. И это чем-то намекает нам на то, как могла происходить эволюция жизни до появления клеток. Что то же самое может происходить и на уровне химических отдельных молекул. Это может быть химическая эволюция. Какие-то молекулы, которые научились себя чуть-чуть лучше копировать, чем другие молекулы, получают эволюционные преимущества. И мы запускаем вот этот химический каскад улучшения и появления все более и более жизнеспособных молекул. Если вам интересен вопрос происхождения жизни, ее химической эволюции, что современная наука может по этому поводу сказать, то я вам рекомендую прочитать книгу Михаила Никитина, такой биолог. Книжка называется «Происхождение жизни. От туманности до клетки». И там подробно описывается, как мы представляем себе сегодня, возможно, химическая эволюция. Итак, мы сегодня разобрались с тем, что тезис о том, что сложные штуки не могут получаться сами по себе, без какого-то разумного создателя и так далее, этот тезис не выдерживает критики. Понятно? Ну, в смысле, не выдерживает критики. То есть, ну, как бы в случае с нейросетями мы являемся создателями нейросетей. Большая часть видео была посвящена тому, что, как бы, нейросети создают сложные штуки, даже более сложные, чем они сами. Проблема заключается в том, что мы создали нейросети. Ну, то есть, это никак не противоречит аргументу большинства вот этих вот многих креационистов. Наоборот, даже подтверждает их в каком-то случае. В каком-то смысле. Как-то так. Упси. Ну, и более того, более того, более того, более того, я на самом деле согласен, что само утверждение о том, что сложные вещи не могут получаться, так скажем, сами собой, оно является, ну, недоказанным. Наверное, даже недоказуемым. Недоказуемым. Ну, и одновременно неопровержимым. Оно, скорее всего, просто нефальсифицируемо. Хрен его знает, короче, в корне. Ученые говорят, что нет, блядь, появляется, само собой, вот вам эволюция, там, этот процесс, отбор, естественный, прочая хуйня, да, там, религиозные люди говорят, да нет, это разум на все повлиял, там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, иначе быть не могло. Ну, по факту хуй знает. Вероятно, что не всех удастся переубедить, я думаю, что вот эти заведующие лаборатории, которые тогда не захотели посмотреть мой код, вряд ли они захотят и в кубики поиграть, или в форму математические посмотреть, расчеты провести, но факт остается фактом. Мы можем получать очень сложные штуки путем эволюции, путем случайных мутаций, плюс естественный отбор, не надо про него забывать, как это делают те самые креационисты. И эволюция — это не просто какая-то абстрактная теория, это штука, которая уже работает на практике, она приносит пользу. И, блядь, как же заебали эти тупые идиоты, которые, соответственно, с головой, соответственно, не дружат, и вот, например, у нас есть какая-то там теория, которая постулирует наличие некоторых сил, и вроде бы она позволяет нам что-то описывать, например, движение предметов, но это не значит, что эти силы реально существуют, да, например, как вот у Ньютона было. Те силы, которые постулировал Ньютон, на самом деле не существуют сами по себе. Для их прояснения нужны дополнительные законы, дополнительные силы какие-то, да, то есть та картина мира, которая была у Ньютона, в итоге абсолютно обосралась. Давайте так, да, все представления, которые Ньютон имел о мире, были всраты просто в трубу, в очко спущены. И их пришлось полностью менять, буквально там из одного-двух просеров, которые были допущены, ну, которые были обнаружены, собственно, людьми, исследующими космос. Да, до сих пор механика в чисто таком, знаете, схематическом виде до сих пор используется Ньютоновская. Но проблема заключается в том, что за этой Ньютоновской механикой стояло полноценное мировоззрение, то есть реальная теория, то есть то, что мы сейчас используем в качестве Ньютоновской механики, это на самом деле не теория, это на самом деле просто, ну, рабочая модель, набор формул, которые мы применяем и накладываем на меры, просто модель, это не теория уже, она сломалась, как теория она не работает сейчас. Но когда-то это была полноценная теория, которая постулировала устройство пространства, устройство времени, устройство того, как все вещи там падают, двигаются, какие силы на них взаимодействуют, да, то есть у этого всего был онтологический статус тогда. И, соответственно, вот вам пример того, как теория может существовать, и пример того, как теория может работать, и при этом теория может быть ложной. То же самое может быть с эволюцией, на самом деле, то есть, да, то, что Панчин думает, вот эволюция работает, на самом деле это какой-то более сложный, скрытый от него процесс. Да, я не знаю, сейчас я глупый процесс предложу, просто по приколу, да, это какой-нибудь злокозненный дьявол работает на самом деле. Чисто вот Панчин думает, что работает эволюция, его наебывает злокозненный демон, который просто с ним играет. Ну, допустим, вот условно, да, мы можем придумать бесконечное множество объяснений, почему все здесь совпадает с теорией, просто неограниченное множество объяснений, нас вообще ничто здесь не останавливает. Ну, и в этом плане Панчин, как обычно, как тупой, бездарный, безумный сайентист, догматик, постулирует какую-то непроверяемую хуйню, как-то обычно и происходит у сайентистов, догматиков, тупых людей, которые базируются на неполном индуктивном опыте, как обычно. Ничего нового в мире под луной, да. В человечестве мы можем использовать принципы дарвиновской эволюции, не только там в селекции каких-нибудь живых организмов, мы можем применить их к эволюции программы, можем применить их к эволюции химических молекул. И это все реально работает, это не просто какая-то гипотеза, это не просто какой-то домысел или просто какая-то идея. В общем, эволюция это круто, и если вы с этим согласны, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, распространяйте это видео среди ваших знакомых креационистов, и пусть у них горит так же, как у жука бомбардира. Субтитры создавал DimaTorzok